Привет! Ты на канале Мэджик Пэтс и я Миша, а мои друзья Киса Алиса, Эйвен, София и Юмичу сейчас за городом. Я на них обиделась, они забыли про мой день рождения и я решила уехать от них, уйти из дома и стать бомжом. Раз я никому не нужна, они даже забыли про мой праздник. Я вышла из дома и отправилась куда глаза глядят. Вот вы напишите в комментариях, забывали ли про вас ваши друзья и как это было. Расскажите мне свои истории. Так вот сначала мне очень захотелось пить и я поняла, что чистую воду на улице бомжу найти очень сложно, а денег купить воду у меня не было. Из лужи мне пить не хотелось, там вода очень грязная, зато я решила помыть лапки и я поняла, что принимать ванну, если ты бомж, в луже не очень приятно, я вся испачкалась. Я продолжала хотеть пить и я решила поесть остатки снега на земле, они были не очень вкусные и снег был уже не очень чистый. Попадался какой-то мусор и даже чьи-то какашки, но пару чистых капелек я все-таки проглотила и отправилась дальше. Что же делать, если ты бомж? Первым делом, наверное, стоит найти себе новых друзей, подумала я и решила знакомиться. Я пыталась общаться, но все только мило здоровались и дружить особо не хотели. А еще недавно я поучаствовала в опасном эксперименте. На нашем общем семейном канале Magic Family вышло видео об этом. Посмотрите его, оно очень интересное. И там еще новый ролик про нового питомца в семье. Жизнь бомжа оказалась для меня необычной. Я не знала, что делают бомжи в свободное время и решила просто для начала погулять. Я подумала, что зато жизнь бомжа хороша тем, что туалет у тебя везде и писать можно где угодно. Эй, ты кто такая? Ты что тут делаешь? Здесь я писаю. Так что иди отсюда. Оказалось, что писать можно было все-таки не везде. Из некоторых мест меня выгоняли другие собаки. Светило солнышко и гулять, в общем-то, было неплохо. Правда, на улице было грязно, ведь наступила весна. Ставь лайк, если любишь весну и ждешь лето, как и я. Летом, наверное, бомжом быть проще. Через время мне захотелось есть. И я подумала, где же бомжи берут еду? Ну, наверное, там, где мусорки. Я отправилась на ближайшую помойку. Там был голубь. Видимо, он тоже искал еду. Я решила с ним познакомиться. Вдруг мы подружимся? Но он улетел, не сказав ни слова. Мусорные баки оказались полностью закрыты за какими-то железными дверями. Мне очень хотелось пить и кушать, и я была уже мокрая и грязная. Но я поняла, что, похоже, на помойки найти еду мне не удастся. К мусорке пришел какой-то мужчина. Я подумала, что он тоже бомж. Но он взял какие-то резиновые сапоги и ушел. А у меня уже урчало в животе. Я стала думать, где еще можно найти еду бомжу на улице. Я обошла разные мусорки, и все они были закрыты. Да, похоже, быть бомжом тяжело. Я думала, мне будет проще найти еду на улице. Ведь это улица. Природа. Здесь же должно быть что-то съедобное. Мимо проезжали огромные машины. Мне пришлось отправиться на поиски. Я ходила, бродила по улицам в поисках еды. И вдруг я увидела какой-то пакет. Я подумала, может быть, в этом пакете есть какая-то еда. Очень уж хотелось кушать. Как же тяжело быть бомжом. Но в пакете еды не оказалось. И от злости на то, что в нем нет еды, я решила на него пописать. Мимо ходили люди, и им всем было все равно. Где же мне взять еду? Живот урчал все больше. Я даже стала приставать к прохожим. Дайте, пожалуйста, денег на еду. Но прохожие не обращали на меня внимания. Никто не хотел дать мне денег на еду. И я решила, что нужно просить не деньги, а саму еду. Попросить прохожих купить мне покушать. Все мои мысли в голове были только о еде. Я решила, что нужно встать около какого-нибудь продуктового магазина. Выловить какого-нибудь человека, выходящего или входящего. И попросить у него еды. Я надеялась, что у меня получится. Из магазина выходили люди. Тайки покушать, а? Но им всем было все равно. Как будто они меня совсем не слышали. Есть хотелось все больше. Как же трудно быть бомжом. Я решила, что нужно поменять мяско. И найти магазин, возле которого какая-нибудь большая очередь. Я нашла мясной магазин. Люди стояли в очереди и ждали. Я подумала, что вставать в очередь бесполезно. Нужно просто попросить у людей, чтобы они поделились со мной кусочком мяса. Никто не обращал на меня внимания, кроме какой-то пары. Они меня как будто услышали. Я думала, что они сейчас дадут мне немножко денежек. Чтобы купить себе продуктов, потому что мужчинам как будто полез в карман. Я бомж, мне не нужны деньги. Дайте мне, пожалуйста, кусочек мяса, когда купите его. Женщины с мужчиной промолчали. Просто поулыбались и ничего не сказали. Может быть, они не понимают мой язык. Я поняла, что там ловить было нечего. Мне надо было отправляться дальше на поиски какого-то другого магазина. В очереди так пахло мясом. А вы, а вы, а вы плохие поняли? И я ушла. Я нашла более людное место. Это было крыльцо магазина, где ходило очень много людей. Я стала сидеть там и ждала кого-нибудь, у кого можно попросить денег или еды. К крыльцу подошел какой-то странный человек. Он странно себя вел. Сначала он просто стоял рядом со мной, а потом он стал смотреть на людей и показывать им какие-то знаки. Он что-то бормотал себе под нос, а потом ходил вокруг магазина и разговаривал сам с собой. Люди ходили и ходили и походили мимо, и никто не обращал на меня внимания. Я звала их, но они меня как будто не видели. Я решила, что сижу в каком-то не очень заметном углу и решила поменять место. Может быть, если я пересяду, я стану заметнее. И кто-нибудь все-таки покормит меня или даст мне денег на продукты. Я села прямо напротив двери. Здравствуйте, подайте, пожалуйста, на пропитание. Дайте, пожалуйста, денежку, чтобы купить себе покушать. Очень хочется кушать. Люди добрые. Или купите, пожалуйста, мне хотя бы немножечко еды, хотя бы горсточку. Вообще никто не обращал на меня внимания. И тут вдруг ко мне подошла какая-то женщина, она заметила меня. Какая ты хорошенькая и миленькая. Дайте покушать, а? Может, хозяев ждешь? Ну ладно. Ну ладно, я пошла. Она как будто не поняла, что я ей вообще говорю. Я думала, все люди понимают собачий язык. Видимо, это бесполезно. Видимо, никто никогда мне не предложит купить поесть, раз они не понимают мой язык. Подумала я, встала на краешек крыльца, смотрела на лестницу. И мне так захотелось увидеть Аню, мою хозяйку, чтобы она пришла и покормила меня и забрала домой. Ведь она понимает мой язык. Я стояла на крыльце и очень грустила. И вдруг из магазина вышел какой-то мужчина с пакетом, и от пакета так пахло едой, что я решила пойти за ним. Вдруг он меня покормит? Но он очень быстро исчез из виду, и я его не догнала. Я решила пойти к подъезду. Я ушла из этого дурацкого магазина. Я уже была вся мокрая и грязная. Я начала замерзать. Хотелось очень есть и пить. В животе урчало. Я села возле какого-то другого магазина. Мне очень захотелось домой. Я сидела и мечтала о теплее. О приятной ванне. О какой-нибудь вкусной и горяченькой еде. О том, что я могу просто взять и попить из мисочки. Я даже стала вспоминать всех своих друзей. Юми, Эйвана, Софию и Кису Алису. И хозяйку Аны. И подумала, может быть я зря решила стать бомжом. Оказалось, что бомжом быть не так уж и просто. Я села возле подъезда и стала надеяться, что Аня меня найдет. Люди ходили мимо. Я смотрела на каждого в надежде, что это будет Аня. И вдруг она подошла и нашла меня. И забрала домой. Мишка, какая ты грязная. Ты меня так напугала. Где ты была? Где ты была? Ты что, выглядишь как бомж? Как ты умудрилась выбежать из дома? Как хорошо, что я нашла тебя. Я так перепугалась за тебя. Мне уже было все равно, что говорит Аня. Главное, что я была дома. Прости меня, что я решила стать бомжом. Я больше так не буду. Мы тебя любим, дурашка. Ребятки, вы идите и смотрите новые ролики со мной на Magic Family. И никогда не сбегайте из дома.